Здравствуйте, дорогие подписчики! С вами Виктория Котыченко. И сегодня я хочу вывести деньги на неверифицированную карту. Деньги с аккаунта PAYSA, неверифицированного аккаунта. То есть я не загружала сюда никаких документов. Я сюда прикрепила виртуальную карточку долларовую от PrivatBank. То есть я ее тоже не верифицировала, не проходила подтверждение, не проводила. И я выяснила уже, что с такой карты пополнить PAYSA нельзя. Но я думаю, что вывести деньги с PAYSA можно. То есть если вы работаете в каком-то проекте и выводите деньги на PAYSA, вы знаете, что с нее достаточно проблематично вывести потом средства на свою карту. Потому что требуется, спрашивает PAYSA подтверждение аккаунта. То есть нужно загружать документы, требует практически. И потом, когда прикрепляем карточку, она предлагает ее тоже верифицировать. То есть нужно справку из банка, там в общем куча документов. Я сейчас попробую вывести деньги без всех этих подтверждений с банка, без верификации на как бы сыром таком аккаунте. У меня на счету 25 долларов 56 центов. 20 долларов я перевела с другого своего аккаунта PAYSA. 5.56 мне перевел человек, я ему помогла наличить. Значит, сейчас для того, чтобы вывести на мою карточку, кстати, видео как зарегистрировать аккаунт PAYSA, как прикрепить карточку, как создать такую виртуальную карточку. В приватбанке, повторюсь, я ссылку на это видео оставлю в описании. Так, нажимаем последнюю кнопку. И выбираем здесь кредит банк. Это значит банковская карточка. Опускаемся немножко ниже. Здесь у нас стоит доллар, потому что у меня карточка долларовая. Я специально заказала долларовую виртуальную карту, чтобы выводить именно в валюте. Так, и выбираем номер карточки, прикрепленный. Сюда вписываем сумму. Сумма у нас 25.56. Сейчас я попробую поставить по центам. Кстати, что нам пишут сейчас? Посмотрим на русском. Сделки будут завершены в долларах США, но сумма перевода будет отображаться в вашей банковской счет в местной валюте. Ваш банк может взимать сборы пересчета валют. То есть, если у меня здесь карточка была бы не долларовая в моей валюте, то снимаются отсюда доллары, а туда конвертируются в валюту карты. Ну, у меня долларовая карта. Так, еще раз. Значит, сумма 25.56. Также ставим 25.56. Сюда можно ничего не писать. Next. Так, дальше нам предлагают ввести код для транзакции, пин-код, который вы придумывали при регистрации. Он у меня вбит автоматом. Нажимаем зеленую кнопку. Так, наверное, код написан неправильно на русский сейчас. Так, пин-код транзакции требует неправильно. Так, сейчас я еще раз посмотрю, какой у меня здесь был код. Так, вписала правильный код. Да, кстати, снимается 8 долларов комиссии. Я жертвую 8 долларами. Обычно я вывожу спейсы, когда здесь где-то 200-300 долларов. Вот. Ну, для такого дела я из 25 долларов получу 17. Нажимаем на зеленую кнопочку. Так. Все. Отлично. Значит, переводим. Сделка успешно создана. Текущий статус в ожидании. Сумма 25,56. Общая сумма 25,56. Да, странно. Тут должно было быть только что написано. Общая сумма минус 8 долларов. Сколько там было? 17, да? Ну, посмотрим, сколько мне придет на карточку. Вот здесь вот у меня статус до. Это значит в обработке. Пендинг должно быть написано, да. Статус пендинг. То есть в обработке. Как вы видите, выводится до цента. То есть даже 56 центов можно поставить на вывод. Ну, все вместе, да. И сумма, в общем-то, небольшая. 25 долларов. Раньше, когда-то я записывала видео, не позволяли выводить меньше 30 долларов. Или даже 50, не помню. Вот. Сейчас, я так понимаю, можно выводить любую сумму. Ну, единственное, что, конечно, комиссия 8 долларов. Хотя вот здесь мне об этом не указали. Но перед этим было написано, что комиссия 8 долларов. Деньги обычно приходят в течение недели. Ну, то есть по-разному бывает. Ну, сегодня у нас суббота, 31 октября. Я думаю, что они придут, скорее всего, к концу следующей недели. О чем я обязательно напишу в комментариях и в описании к этому видео. Ну, и добавлю скриншот той суммы, которая мне пришла на карточку. Если хотите получать уведомления о том, что на моем канале произошли обновления, выложены новые видео, нужно правильно подписаться на канал. Жмем кнопку подписаться. Справа появилась шестеренка. Нажимаем на нее. Ставим галочку в окошке сообщать о новостях. И сохраняем. Как только я выложу новое видео, вы узнаете об этом первым. Все. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии, если будут вопросы. Постараюсь ответить. С вами была Виктория Катыченко. Всем пока. Встретимся на YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok